Возможность ведения России дистанционной войны, когда враг может из глубины своей территории поражать любую точку Украины требует не только симметричного ответа, но и средств защиты. Именно поэтому, как отметил министр обороны Украины Алексей Резников, сейчас уже нужно поднимать в переговорах с союзниками речь о противоракетных комплексах и дальнобойных ЗРК. Отметим, что сейчас США и Германия усиливают Украину комплексами типа Нассамс и Айристи, первые единицы которых должны поступить уже осенью. Но дальность их поражения составляет до 40 км, а возможность перехвата баллистических ракет для обеих ЗРК не упоминается. Заметим, что между противоракетной и противовоздушной обороной есть огромная разница. Нам надо думать и говорить с партнерами о помощи Украине в средней дальности. Об аналоге Patriot или системе ТЭТ – это система ПВО дальнего поражения. Например, в Соединенных Штатах, сказал Алексей Резников. Отметим, что Patriot в современной версии ПАК-3 МСИ – это комбинированный ЗРК, который может, в зависимости от ракет, выполнять противовоздушную оборону на дальности до 160 км, а противоракетную – до 40 км. В то же время ТЭТ – это специализированный противоракетный комплекс с дальностью перехвата целей до 200 км. Отметим, что для противоракетной обороны такого города как Харьков, в ориентировочно минимизированном варианте, необходимо сразу две батареи Patriot, исключительно для защиты города. И одна батарея ТЭТ, которая сможет одновременно прикрывать Харьков, Сумы и Полтаву. В то же время экспортная стоимость батареи Patriot Pact-3 МСИ составляет около 1 миллиарда долларов, а ТЭТ – до 2,5 миллиардов. Таким образом, речь может идти о действительно долгосрочном перевооружении Украины средствами противоракетной обороны, которая будет создаваться уже после победы. А сейчас в среднесрочной перспективе – развитие именно противовоздушной системы обороны. И, кроме ЗРК таких как NASAMS и IRIS-T, а также, конечно, крайне желательно собственных совместимых с западными системами отечественных разработок, есть вопросы истребителей. Для понимания прогресса решения этого вопроса, как сообщил министр обороны Украины, политическое решение еще не принято. В то же время на всех уровнях отношений с союзниками этот вопрос постоянно поднимается украинской стороной. Отметим, что на уровне весны на западе истребители для Украины не обсуждались вообще. Но именно благодаря настойчивости и успехам на фронте за лето состоялся переход к статусу – на повестке дня. И это уже является крайне важным шагом. В любом случае переход на западные самолеты – это не просто получить машины и научить пилотов, что само по себе занимает месяцы, но и развернуть весь логистический базис под них с модернизацией всей наземной инфраструктуры. Таким образом, сейчас вполне можно понять логику снабжения Западом этих видов вооружения, которые идут в следующей логистической цепи. Сначала – обеспечение защиты мест развертывания инфраструктуры для западных самолетов. Далее – развертывание инфраструктуры для самолетов. И наконец – развертывание самолетов. Надо понимать, что переданные западные истребители станут целью номер один для РФ. На поиск их баз будут брошены все силы, а Кремль сделает все возможное для их поражения своим ракетным вооружением на земле. Для Москвы это важно, как с точки зрения военной необходимости, так и политической. И усилия в этом направлении будут на порядке больше, чем сейчас против текущего состава воздушных сил Украины. То есть надо понимать, что даже с учетом базирования самолетов на автотрассах, создания сети ложных позиций, абсолютной секретности и всех других мер, разворачивать истребители, на которые возлагают надежду все украинцы, без полноценной защиты. Как минимум, от ударов крылатыми ракетами – крайне рискованно. Спасибо за просмотр. Слава Украине!